В сергиево-посадском центре поддержки детей с инвалидностью «Время надежды» начался курс реабилитации для детей с диагнозом ДЦП. За 10 дней специалисты помогут детям восстановить мышечный тонус, подвижность суставов и скорректировать позвоночник. Это уже у нас 15-й курс для наших детей. Еще не открывшись даже, наш центр уже начал работать, и первое мероприятие, что мы здесь провели, это был реабилитационный курс такого плана. У нас тогда было 2 специалиста и 10 детей на курсе. Ну вот сегодня у нас 39 детей и 6 специалистов. То есть получается, что потребность в этом виде реабилитации в нашем районе есть. Центр «Время надежды» организован родителями. Специалистов-реабилитологов искали сами и нашли. В Крыму и Казахстане. Мы родители опять констатируем, говорим, что нет специалистов в нашем городе, в нашем районе, в Московской области, вот таких, которые могли бы приехать на 10 дней, оставив все свои дела, все свои работы, помочь нашим детям. Понятно, что это все небескорыстно, но даже за деньги мало кто может себе позволить вот так нам помогать. Приглашаемые нами реабилитологи, они неизменны, они постоянны, дети к ним привыкли. Их профессионализм, конечно, надо отдать должное. Многие повышают свою квалификацию, постоянно подтверждают свои категории медицинские. До открытия центра «Время надежды» детей приходилось ввозить на реабилитацию в другие города и страны, что было тяжело для детей физически, а для родителей финансово. Реабилитация, как правило, даже в Москве, в ближайшем Подмосковье, она стоит больше 200 тысяч. Конечно, наши специалисты, приезжая к нам, они берут минимальное количество за этот курс, зная, как тяжело нам всем. За это большое спасибо. В центре полный курс стоит 30 тысяч рублей. В него входит лечебная физкультура, суставная гимнастика, коррекция позвоночника и массаж. В основном классический массаж, здесь ничего такого, то есть придуманного ничего нет. То есть разогреваем мышцы, где немножко спас мы снимаем, то есть где-то наоборот немножко стимулируем. Ну, в зависимости от того, в каком состоянии ребёночек и для чего нужно это делать. А сколько сеансов за? 55 минут где-то примерно, ну вот час. После массажа постоянно есть улучшения, он начинает сидеть, ходить, стоять. Ну, нам очень нравится. Специалисты все хорошие, работают с детьми. И очень близко тут к дому, что очень удобно. Курс реабилитации стараются проводить каждые три месяца для поддержания нормального самочувствия у детей. Мы видим результаты, вот, что у кого быстрее восстановление идёт, у кого-то просто поддерживается терапия, потому что детский церебральный паралич неизлечим. Мы уже это поняли, родители. То в начале пути ещё, конечно, они живут той надеждой и радостью, да, что когда-то мой сын станет вот тем обычным ребёнком, о котором мы все мечтаем. Помимо платных курсов, в центре организованы бесплатные развивающие занятия для детей с инвалидностью. Музыкальные, художественные, физкультурные. На них получают субсидии от области. Администрация предоставила помещение бесплатно, но расходы на содержание центра лежат на плечах родителей. Финансирование приходится искать везде, где есть возможность его найти. Помогают центру акции, такие как концерт муниципального оркестра и благотворительный аукцион. Ну, это уже 5 лет центру, разные были источники финансирования. Обычно мы пишем, премии губернаторам дают ежегодно, ну, как подспорье. Субсидии получаем, министр социального развития, различные наши программы. Потому что у нас много бесплатных программ в центре, вот на них получаем субсидии. Один раз получали из фонда президентских грантов гранты. Мы постоянно их пишу, вот в прошлом году нам отказали, поэтому в этом году у нас небольшие финансовые трудности. Но вот сейчас объявлена опять новая гранта 15 марта. Меня пригласили на обучение в четверг, в 14 февраля. Я еду учиться, как правильно писать этот грант. Но будут разбирать ошибки моего предыдущего гранта. Может быть, что-то у нас получится в этом году. Помочь центру может каждый желающий. Всю информацию можно узнать на сайте организации. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов. Тема. Спасибо. Спасибо.